здравствуйте глубоко уважаемые любители летных видов спорта хочу вам показать замечательную штуку облачный водопад посмотрите как это красиво просто вообще волшебно мы сейчас пытаемся взять волну не знаю возьмем ее или нет но по крайней мере водопад я вам попытаюсь успеть снять сейчас не попал немножечко я надо мне сместиться вот с этого ракурса будет весьма красиво и познавательно смотрите облачный водопад облака переваливают через хребет стремительно падают вниз разогревается воздух и дальше облака вынуждены таять потому что в нагретом воздухе влага испаряется чудо посмотрите то есть кажется что это вот хоть нереально вообще зрелище особенно в утренних рассветных лучах солнца все-таки вроде как цепанули волну сейчас будем пытаться выбраться но волна час это конечно для нас сама цель какие красивые утренние луга заливанку заливанные эти горные единственная картинка сейчас фонарь грязный моего с утра не помыли стали мы сегодня 5 45 как водится и на рассвете взлетели доброе утро кайф кайф волна есть и красота есть просто когда я поднимусь выше вот этот масштаб исчезнет даже очень даже хорошо что мы были сейчас предельно низко вы сейчас принципе можете сам процесс образования волны видеть эти облака падает вниз то есть какая масса воздуха устремляется вниз потом на дне долины отскакивает и вот в этом отскоке уже мы вот нагляднее просто системы для изучения волны и не придумаешь то есть вот 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 прям это видео снимаю для того чтобы в будущем использовать хоть хоть в учебнике использовать сейчас про идеальное наглядное пособие единственное что видите ветер немножко косой если него сильная западная составляющая но это в общем то не мешает нам понимаете да что по идее если бы это была классика если бы это было ну просто облака бы шли ли кое-как на равнине идут они бы так рекой шли не таяли но вот то это не именно потому что воздух опускается и разогревается то есть вот эти процессы перемещения воздуха пространстве не подчиняется как там адиабатический закон там что-то такое я уже все случился был очень умным юности но все забыл так вот частичка ну грубо говоря если вот взять там шарик надуть и вот его перемещать в пространстве то если шарик поднять на километр он там по моему на 8 градусов остынет воздух воздух расширится и остынет а если шарик опустить то воздух разогреется ну это очевидно из всех законов физики потому что что вообще такая температура воздуха это воздух состоит из молекул и температура по сути это насколько молекулы энергично лупасят по стенкам нужно пускай сосуда какого-то которым они находятся по стенкам того же шарика и если мы поднимаем воздух то он давление падает у нас на высоте шарик расширяется соответственно молекул молекулы находится большем объеме и нещадно лупят его уже слабее а если воздух опустить то он нагреется за счет того что давление атмосферы там больше и соответственно температура повысится то есть уже по-честному будут молекулы сильнее бить стенки нашего шарика вы видите все это мы же в на исследовательском судне принцесса это принцесса великолепное судно для исследования атмосферы мы на этом великолепном корабле друзья снимаем для вас сейчас контент огонь нам сообщение системы обесточить силовую установку отлично 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 эдуард ну как ты вообще впечатлен этой темой так смотри ты слушай ну это просто очень 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 визуально ярко вот даже смотрите вот сейчас коридорчики прям видно как упала облака вниз дальше отскок и вот левое крыло показывает на подъем по сути вот она вся волна вся волна в демонстрационном варианте сейчас еще линзочки появится до тает и образуется то это образуется волшебно с над этим туманчиком друзья пролетим об так вот что еще по исследовательскому судну ну те у кого у вас из вас есть дизельные машины они они тоже в общем-то работают на эффекте что сжимаемый воздух простите друзья это видео без монтажной наверно опять как всегда будет поэтому это не спешить ни слов не выдержишь так вот у кого есть машины дизельные мы также принцип что горение дизельного топлива происходит сжатом воздухе разогреваемым до температуры там до той температуры когда уже вспыкивает впрыснутое топливо то есть воздух в цилиндре поршнем сжимается степень сжатия что-то там 17 я уже не помню дизельная машина у нас его есть вы помните что в бензиновом двигателе степень сжатия несколько раз меньше там не критично ну и поэтому собственно и цилиндр автомобиля на бензине в общем-то будет и полегче и попроще и поспокойней вот цилиндрах дизельного двигателя так воздух должен сжаться очень сильно чтобы разогреться давлением степень сжатия намного раз выше что такое степень сжатия это сколько во сколько раз воздух уменьшит свой объем пусть допустим степень сжатия 10 будет а значит 10 раз 20 20 раз и вот воздух сжало поршнем он нагрелся туда прысть топлива через форсунку бах-бабах и вот так работает дизельный двигатель увидим процесс аля тоже тоже вот эта физика это это все в мире то есть физике подчиняется все вот вам пожалуйста когда спрашивают как вы летаете мы говорим до магии ну и можно уточнить еще и на физике с физику и вообще дико любил дай бог здоровья моя учительница который меня учила замечательный человек привела любовь к физике представляете прямо так что я потом решал задачки ночей не спал как нравилось повышенные трудности хорошо помню а когда в харьковский ационный институт поступал то по их попал на на олимпиаду по математике опоздал вы конечно дико обидно и просто из-за почты почта прислала приглашение позже чем нужно я там был с горя вот одна физику успел и по физике мне даже самолете мама отправила харьков сдавать участвовать в олимпиаде вот я очень серьезно готовился и из семи задач решил 6 а седьмую как не бился и ну и так я и сбоку на нее и и так и в припрыжку и ну не как она оптику была задача ну и я приехал весь такой в горе и печали учитель с головой двоечник я не осил я эту задачу вот она значит посмотрел на естественно переписал вопрос эти все ведь волков волков это задача для тех кто ничего не смог решить то есть знаете ссылка этого чтобы не так обидно было и показывает решение она настолько очевидное что мне даже в голову не пришло то есть я не думаю что может таким простым но так как и нужно было решить и вообще-то пять задач из семи я получил твердую пятерку сдал потом немножечко по-русскому что-то написал математику уже на вступительных экзаменах и благополучно поступил харьковский институт так вот и физика пригодилась облегчила задачу но мы наблюдаем атмосферную волну прямо в ее реальной жизни сегодня замечательный и красивый день просто волшебный смотрите как все красиво друзья но это просто вот поэма такое утро доброе у каждого конечно свой офис друзья вот но вот я сейчас своем офисе эдуард сколько в нашем офисе времени 726 ну вот считайте 7 часов на работу вышел позитив там и раньше истимаем контент огонь я насмотреться друзья не могу на этот облачный водопад потому что все это вот это крутится вращается прям вот вот некоторые строят модели какие-то чтобы на них отработать что-то то есть показать объясните вот вам реально никакая не модель это прям реальный процесс как он происходит в атмосфере с радугами вот этими вот галла сейчас на облаке образуются сейчас мы кстати в облако нырнем друзья я не я буду а эдуард пошалим как быть таком водопаде и не пошалить мы друзья сейчас с эдуардом для вас прыгнем вот вот этот водопад на одну на одну секундочку одним глазочкой что низко мы уже чуть-чуть как красиво будет белизме будет тяжело но весело и друзья искупаться в водопаде как вот это все плывет эти уже следующие отскотки как вот там висят эти вот ошмёточки облаков но к сожалению картинка видео но просто не передает вот этого всего великолепия еще вот эти утренние краски когда трава зеленая она еще зеленее от вот этого утра доброго эмейзинг так эдуард ты готов немножечко пошалить и друзья команда солунов начинает утреннюю программу малыш а давай-ка немножечко пошалим или карлсон мой любой любимый национальный герой можно сказать потому что друзья сейчас избыток скорости спускаюсь вот это волнуто и сейчас зажжется гала вот она слева зажглась я сейчас в это гала прям лечу опа да слила нас колоссальный друзья просто до уровня плинтуса слушай а сейчас надо выбираться будет но сейчас динамик будет здесь ты смотри мы с тобой мы с тобой потеряли одним махом метров 300 на 200 наверное друзья на спасает склон нормально вот и пошалили но вы понимаете да процесс то есть жалко что прибор не снимала видели вы как вот в том месте где воздух опускается нас вниз фигакнула будь здоров эдуард ты не смотрел на приборных ты смотрел как красиво давай так я сейчас опять пошалить но сейчас мы наберем высоту потом я буду шалить а ты глянешь на прибора тебе нужно понять сколько на время ты будет в том месте где снижение друзья видите шалости шалость имя природа природой вниз ты тянет будь здоров то я сейчас сейчас повыше сейчас повыше поднимемся но был много мысли и потому что я за на осреднителе увидел когда выходили цифра минус 4 метра в секунду то есть это было бы здоров 47 это значит что было больше потому что ответить за 16 секунд а 16 секунд минусе мы не были друзья вы сейчас прям с нами исследуете атмосферу кто смотрит это безмонтажное видео как есть и жизнь как как жизнь исследователя протекает на самом деле если вообще люблю теперь вот это вот живое такое общение прямые эфира нам очень нравится вот этот прямые эфиры идут с отвратительным качеством то конечно а такую красоту ну представьте я сейчас снимал бы вы видели ее там какой-нибудь качестве 360 точек на что-то там будут совершенно несерьезно а так слушай как как нахлобучивать мне даже страшного туда в эту мясорубку прыгать ну ладно один разок и все друзья смотрите мы еще раз для вас выследовать исключительно в исследовательских целях уже никакой шалости с эдуардом вернем в мясорубочку смотрите я кутирую вот но на крае облака ну и смотрим что у нас здесь да пока не сильно а вот стрелка легла вот больше пяти да и вот мы сейчас опять проплюснутые возвращаем к развращаемся к нашим овечкам чем хорошо друзья что немножечко работает динамическая составляющая и здесь вот этот ветер все-таки откидывается хребтом понятно что у нас в волне там болтаемся но вот волну запускает все-таки еще и резонанс некий то есть понятно что воздух падает вниз отскакивает от долины но и сама горка немножко заставляет его вот это вот на которую крыло час показывает работать частично хотя конечно сейчас направление ветра все больше и больше меняется на более северной составляющей появляется ой более западной составляющей появляется то есть вот смотрите по облакам покрыми кстати например здесь ветер 35 километров в час 10 метров в секунду это вопрос о том насколько сильные потоки услышал как красиво герд еще одна микро шалость друзья вы просто немножечко метр шалость давайте еще раз скалкам пройдемся по скалкам по утренним вот это я тоже люблю друзья а когда овечки пасутся там кстати пчеловода вон домику пчеловода когда овечки пасутся это вообще мы оболшебно вот когда вот здесь на вот этих лужочках опять выплеск энергии это как буревестники всякие наверно набирают когда они ныряют в то место где есть энергия в данном случае здесь на склоне прямо около склона есть энергия ведь я сейчас разгоняюсь и опять там где работает динамик лечу и набираю по сути скорость сейчас у меня скорость уже 220 на предыдущем проходе было меньше вот у меня домик пчеловода избушечка вот наша тень паскалом несется и мы смотрите так полностью заправленной энергией ух ты шьё вот это мы ю да видел на 120 скорость упала причем она была большая 250 и кабрирование кабрирование было незначительное так что насколько срез мощный по потоку вот поэтому всегда запомни мой юный падаван что скорость это жизнь вот запас скорости особенно когда шалишь это самый важный капитал шалуна об и шалуна друзья это просто незабываемо ну вот как вы скажете такой серьезный великого возраста и балбес там сколько ж мне лет то 47 вот я забыл 74 года выпускаю и как ребенок просто вот так себя ведет ну вы бы сюда попали я не знаю как вы себя вели бы стояли да и гена играться не могу я сейчас закончу это видео еще бы вы буду и тогда вы пошли балыш и тогда вы пошли по-настоящему потому что я через берите уже слова кончились до работает работает штука и кто-то скажет да ладно это в обычном в динамике летаете мне друзья ну поверьте во-первых от динамика отличается тем что ламинарное обтекание то есть вот это весь возмущенный воздух остается внизу а мы ходим в таком мягком мягком таком воздухе то есть волну кто-то летал волне от не волны определит просто вот по трясет не трясет по состоянию атмосферы ну и буквально там эдуард не даст соврать расскажи чтобы линзы были утром то есть утром по всему небу висели раз линзы на рассвете мы просто реально на полчаса проспали наши полеты надо было немножечко раньше начать вот сожалению вот она волна вот смотрите в чем в чем разница между динамиком динамики вот такого покоя нету вот и все это все зависло и ну и дальше можно подниматься выше и выше но тогда шалости шалости наши закончатся а мы же еще мы же еще не нашелились друзья эдуард еще проходит тебя не укачивает нормально ну давай тогда спикируем на домик этого самого друзья вот видите как я теряюсь примите высоту переводя ее скорость 200 210 220 домики пчеловодов 240 предупреждает нас из тема что мы приближаемся избыточной скорости до сушки вот в этом месте сажает на 150 то есть развороте понятно что я ручку на себя давно но и темпы темп скажем так расхода энергии сразу чувствуется что мы такой мощным исходнички поэтому лучше включая скрипта далеко не ходить давайте еще один проходит такой 200 вот на 200 комфортно мне видите вот он динамик трясет то есть по кругу видно вам что нас потрякивает постоянно на телефон качается и вот из этой зоны где трясет мы чпок это просто просто не видео учебник реальный и смотрите вот она вот она волна и здесь уже не 300 а трясет а вот там я понеслась нелегкая планер это идеальный просто аккумулятор энергии друзья такой турбулентности игорь владимирович больше двухсот тридцати не надо но она права на самом деле лишь какими удобно иметь помощницу на борту это навигационная наша система зовут мариванна она нам про все рассказывает про то что до шасси не выпущена я ее как-то отключил топ она не орала мне постоянно выпусти шасси выпусти ну и так вот мы с учеником моим на таком планере кстати тот тоже летает ваша гуси привет полетели он тренировал восходящем потоке заход на посадку ну просто коробочку тренировал делать там все процедуры ну и дел 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 1 15 а так как он периодически использовал интерцепторы то мариванному говорил почему шасси не выпустил но шасси не выпускали потому что на посадку то еще не шли и наконец-то в какой-то раз ты слушаешь так она меня задолбала давай его выключим ну да ну давай и мы вот так вот крутили крутили 1 15 наверное год ну пошли на посадку и ну пошли вот а шасси не выпущены ну так мы снимаем приземлились так что мудрая электроника порой просто реально очень сильно выручает так ну что эдуард я думаю на это оптимистичной ноте приземлился к челам шутка и ночью проверяю как вот здесь да вот но смотрите а если вот сюда мы пойдем несколько дня должны сейчас должны смотрите возьми сейчас нас трени раз я для вас продавлюсь вниз у меня энергии много подходим подходим к этому месту где облака стремительно падает вниз ну смотри на вариометр стрелка легла минус 5 все легла стрелка друзья вот мы в падающем вниз воздухе чтобы вы видели прямо сканирование атмосферы как мы сканируем и наслаить как просыпала уже я успешно сейчас главное нам выбраться выше скалы знаете как просадила сейчас ну тоже понятно что скорость достаточно большая у меня но 150 у меня сейчас сейчас 150 перевожу на меньшую на 120 попробую перенести но уже не сильно выше горки сейчас уже надо очень аккуратно если мы свалимся вниз мясорубку вот там будет весело все точный расчет и никакого мошенничества чтобы было друзья если вас засунула в мясорубку эту дальше высота у нас от 1600 метров на было 1500 и вот там вот когда крыло показывает вот там бы в полях бы нас не зарубило и мы вытекали аж дым идет по вот это вот как крыло показывает эти там озеро какое-то блестит или парники а солнечные панели вот вот по вот этому ущелью бы мы шуршали туда к аэродрому на бровях и плюх-плюх-плюх на аэродром благо мы рядом с аэродрома буквально в 7 километров от аэродрома друзья в чем кайф жизни здесь тем что вот такой части раздают по утрам около аэродрома это вообще-то самая на и домашняя из домашних волн самая у нас такая облюбованная исследованная и как вы сегодня видите она еще отлично визуализирует волновые эффекты так эдуард наверно не тебе пора уже передавать управление друзья на за 7 наша очередное безмонтажная но совершенное волшебное видео я прямо если вы думаете что я не в восторге это вы глубоко ошибаетесь я глубочайшем восторге эти цельте и исследовали пошалили и и вообще но там так что буду я дальше работать надо я же в офисе где я в офисе вы не забывайте кто кто я на работе до до новых встреч был уважаемый любитель летных видов спорта и главный же эгегей малыш мы сейчас немножечко пошалим бери ручку вдоль склона восьмерками да сейчас наберешь 50 выйдем волной 5